всем добрый день меня зовут артем утаген сегодня мы запускаем новый видеопроект в котором мы будем освещать различные интересные события в мире хип-хопа в мире экстремальных каких-то направлений обзоры отчеты также интересные интервью и сегодня у нас гость это один из старейших любое в городе красноярска иван пиджей и всем привет ну что его расскажи нам как ты пришел в мир бредданса в каком году ты начал танцевать как вообще это было вообще это было очень давно примерно 97 98 год вот да где-то промежутки в этих годах я начал танцевать познакомился я очень наверно так же как и все в то время тогда был очень популярный канал и на нем крутилась очень много клипов как раз когда появился мтв в россии до появилась мтв в россии только начало раскручиваться да ты чтобы музыкальный канал вот да я увидел там клип до буги крю наверное также большинство в нашей стране вот они конечно очень сильно прокачали меня там были такие забавные движения которые сейчас ну как бы и тогда назывались кентвиз мне очень понравился я захотел также научиться да следом я наверно увидел такую передачу как до 16 и старше или башни еще была по второму каналу там эти ребята которые до буги крюс до команда очень знаменитая в россии они давали уроки небольшие то есть какие-то первоначальные шаги которые я осваивал дома ты один сразу когда я еще никого не знал да я просто увидел это мне очень сильно пора потому что был сам энергичный как бы да ребенок по-видимому очень сильно тогда мне было лет 13 14 где-то вот так и 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 ну следом я познакомился с ребятами с такими же активными у нас в школе которые занимались это либо тимон может быть в красноярске у точно знаю может быть кто-то знает и еще кроме города красноярске Да, Рома Тимон очень респектовый чувак. В принципе, мы с ним вместе начали развивать хип-хап в нашем районе. Именно хип-хап, не только брейк. Да, мы пробовали рисовать. Я очень сильно заболел. Мне нравилось делать даже миксы. Я сходил миксы на музыкальном центре. Это было тогда на самом деле забавно. Нужно было как-то делать шоу и выходить из этого положения. То есть у вас же команда организовалась? Была небольшая команда. Когда я начал заниматься и познакомился с этим Романом, с Тимоном, он знал еще ребят с нашей школы, которые занимались танцами, но не именно брейк-дансом, просто как бы различными танцами. Кто-то работал в клубе, то это уже старшеклассник у нас был один парень. И вот мы решили как бы сделать небольшие команды, но это было, так сказать, в школьном формате. То есть дальше это никуда не ушло. Только на мероприятиях школы? Мы помогали, то есть в каких-то концертах, возможно, в выступлениях за школу, в соревнованиях между школами. Вот. А потом мы познакомились с такой командой, как The Move Style Crew. The Move Style Crew, да. Там такие были крутые чуваки, как Винт, Изюм, Бакун. О, Бакун. Да. Они... На голове крутился. Да, это первый, наверное, чувак из Красноярска, который очень много крутился на голове и имел много элементов, то есть какие-то вращения разные. Трейк его. Да, трейк, да. Ну, он такой, очень быстро был, типа. Вот. Очень гнутый чувак у нас был Винт. К сожалению, я уже давно его не видел. И связь с ним у меня оборвалась так же, как, в принципе, с Бакуном. Вот. И еще был Сергей Изюм. Я бы сказал, этот человек, как бы, он был, можно сказать, капитаном нашей команды. Потому что он старался как-то в то время выдвинуть, то есть все время найти тренировки где-то, какие-то соревнования, ну, что-то как-нибудь зацепить, чтобы хип-хоп жил, чтобы танцы жили, брейк-данс развивался. В общем, вот так. То есть вас было пять человек? Да. Нас было всего пятеро человек. Но, тем не менее, как бы мы на тот момент считались достойной командой, сильной в нашем городе. Ну, а вы, то есть, начали сначала просто тренироваться вместе и сразу стали выдвигаться на какие-то батны? Ну, если только в нашем городе, то есть, помимо нашего города мы никуда не ездили, потому что, во-первых, мы были сами детьми, как бы, и мы не знали о мероприятиях, которые, возможно, могли проводиться в каких-то других городах, близлежащих. Вот. И поэтому мы начали, да, выставляться, как бы, в нашем городе на мероприятиях, проводимых. Ага, слушай, а в то время часто батны проходили? Ну, какие-то тусовки? В то время были не очень часто тусовки, но если... Как вообще движуха выстраивалась? Вот и сейчас мы знаем, что каждый месяц, примерно, там проходит какая-то большая либо маленькая тусовка. Как тогда это все проходило? Насколько это было все часто, там, масштабно или не масштабно? Тогда это проходило не часто, но это проходило мощно, я бы сказал, именно для города, потому что собирались все, как бы, те, кто был в этой сфере, как бы, в этой флейве, вот, те, кто занимался и танцами, вообще, то есть, стрит-дэнс, культура интересовалась. Да, вообще, все это в кучу, все это было одно какое-то. Да, это, как бы, было, можно сказать, и верха, и, как бы, и не знаю, это было все вместе. То есть, ребята, которые занимались, да, они, как бы, двигались. Большинством мы даже тренировались, не было такого, чтобы вот отдельно зал у нас, допустим, у другой команды. Мы, бывало, тренировались, как бы, и вместе с другими, и тусовались, там, как бы, все вместе, там, бывало, что и порознь, и всяко-разно, короче. Вот. Но тусы проходили, да, это были, как бы, нечастые тусы, но интересные, то есть, все старались приехать и как-то круто отжечь. Ну, команд много тогда, да? Команд, да, было очень много, но, по сравнению, допустим, с тем, что сейчас, в нашем городе, как бы, сейчас тоже, в принципе, немало команд. Ну, может, так, в принципе, четыре где-то команды, четыре-пять. Да, да, но тогда просто команда могла считаться, там, из двух человек, да. Команда могла, да, то есть, бывало так, что команды тут же распадались, тут же какие-то образовывались новые. Бывало так, что, я помню, такая команда была, как же она, Encephalite Style, вот, как бы, она такая. Там было очень много крутых чуваков, но, к сожалению, я всех не помню, как зовут, то есть, я помню некоторых по именам, вот. Сейчас, наверное, остался из них, из этих ребят, тот, кто танцует, это только Мотор, скорее всего, да, это такой чувак, который, я думаю, ты его знаешь по-любому. Да, мы у него, как мы возьмем тоже интервью, это еще старше тебя. Да, это еще древнее, самый древний, можно сказать, бибой, даже поппер, я бы сказал, вот. Тогда не было, наверное, еще поппинга, так, паппинга, тогда было просто. Да. Как бы, даже не верхний, нижний, ты правильно говоришь, было все вместе. Да, было все вместе. Кстати, ты начал сразу верхний, нижний танцевать. Я, да, я начал, меня интересовал такие элементы, как вращающиеся элементы, то есть, power moves меня интересовал. И я любил, как бы, пластику, то есть, какие-то волны, то есть, робота, да, какого-то. Сначала этим, потом этим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а вот расскажи, какое место в то время для вас занимали видео какие-то вдохновляющие. Что вас тогда вдохновляло? Ну вот помимо того, что ты сказал MTV, клипы какие-то, а вот было ли такое, что там, кассеты переписаны? Какое видео тебя прям сильно вдохновило? Да, первую кассету, которую я увидел вообще, это был батл 98-го года. Батл оф зе? Да, батл оф зе 98-го года. Потом последующими кассетами были моими фристайл сейшн, первая, вторая, третья часть, естественно. Вот, это были вообще, я не знаю, взрывные для меня видео. Когда я их увидел, мне хотелось, я не знаю, летать, порхать, делать все, что угодно и пропадать на тренировках. То есть я уже забывал об учебе на то время очень сильно, хотя мне нужно было стараться и учиться. Но, как бы, я рад все равно тому, что меня так увлекло. Вот, да. Ну, в общем, первое видео мое было от 98-го батл. Мы все время таскали между собой кассеты, переписывали. Я помню, да, мы с Тимоном сидели у меня дома, так как он жил у меня на районе, то есть мы жили вместе в одном районе. Мы, как только появлялась у нас новая кассета, мы встречались с ним, у меня или у него дома. Кто-то брал видик с собой, ставили, смотрели, тут же перезаписывали. Тут же второй раз мы включали, то есть нужна была запись сильнее ему, да. То есть мы опять пересматривали и опять записывали, короче, ну, как бы новую запись делали. Слушай, а у вас же было, ну, такой период, что прям тому вставила, была сильная команда. На какой-то, я помню, там, постоянно вот выяснение отношений, там, своих мастер, кто-то сильнее. Это вот в какой период произошел, что вы прям поднялись на высокий уровень? Или я что-то путаю? Нет, да, был такой момент, наверное. Ну, в принципе... То есть вы постепенно к этому шли, и вот в какой-то момент прям вы такие тысячи выстрелили, появились? Ну, скорее всего, да, мы выстрелили, появились. Но на тот момент еще команды White Masters как-то какого-то не было. Была команда The Mood Style, была команда Ecephalite Style, еще несколько других команд, которые я уже... Inside Control, да, были. Старая школа, да? Старая школа убитой радиации. Сейчас чувак из этой команды в нашей команде состоит. Вот. Ну, тогда, как бы, они... Железногорска. Да, они Железногорска, и как бы находились рядом. Они часто приезжали к нам на фестиваль. Ну, как часто. Так часто, как они были. Вот. И команда вообще, то есть, The Mood Style появилась очень быстро, как бы, да, буквально. Мы познакомились с ребятами, и буквально на следующий день начали же вместе тренироваться. Мы тренировались на улице, под торговым центром. В зеленой роще, да. У нас было просто... Мы стерили два листа ДВП, как бы, но это было именно для вращения, то есть, если кто-то валялся. А если никто ничего не сделал, ну, то есть, как бы, если тебе не нужен был лист, ты тренировался просто на асфальте. Мы собирались там, да, тратили деньги на батарейки, но это было прикольно. Это был настоящий уличный... Да, это настоящий хип-хоп, это настоящий хип-хоп. Прохожие прокачивались, все прокачивались, мы прокачивались еще больше, потому что мы каждый день протирали свои кеды на том полу, на том асфальте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а вот на опере были движения какие-то? Я помню, что прям собирались джемы, там куча народу была. Да, раньше... Ты там участвовал? Да, было дело такое, и участвовал я, и много других ребят участвовало. Но это какая-то была постоянная тусовка всех любовь с города, или это было... Это была вообще тусовка просто для, я думаю, что всех танцоров. Туда приходили, да, независимо от того, что ты танцевал, туда приходили и клубные танцоры, и те, кто танцевали гол. Так как в то время было мало информации, и даже если брейкданс как-то развивался, то крутых чуваков очень мало было. То есть и... В принципе, все старались его освоить, да, даже в клубах старались, ребята, чему-то научиться новому. То есть какие-то тяжелые элементы, вот, какие-то элементы пластики, там все равно это... И они приходили на театр оперы-балета, потому что там была огромная сцена деревянная. И как и все, наверное, сейчас это очень популярная фишка. То есть там собирался очень большой круг, все танцевали, как-то, да, ребята, собирался народ вокруг. Мы танцевали за деньги, ходили с шапкой, вот. А в конце, да, вся тусовка, неважно... Все команды в куче там, да? Да, то есть были какие-то баттлы, мы делали интересные, ну, то есть для себя, чтобы интересно было и джемить, и собираться вместе, чтобы это не просто так проходило, мы устраивали и баттлы какие-то два на два, и просто соревнования между собой, там, один на один, допустим, или команда на команду. Мы делились там на стенка на стенку, так сказать. Вот. Мне, в принципе, мне очень нравилось собираться, и это как бы было такое общение, то есть которое ты не получал иногда в тренировочном зале, потому что все равно люди собираются не все, а тут собиралось множество прям. Ну, зрители, которые... Да, плюс зрители, которые, да, все время тебе аплодировали, заряжали энергией своей круг, то есть это было очень круто. Были даже небольшие тусовки, которые, я бы сказал, баттлы, которые устраивались в ночных клубах в то время, хотя приходило очень мало людей, буквально это было несколько баттлов, я помню. Один такой из таких баттлов проходил в клубе под названием «Апельсин», по-моему. Вот, если я не ошибаюсь. То есть у нас было всего две команды, но мы настолько были как бы увлечены этим, что нам было пофигу. Мы пришли просто и ради своего удовольствия, как бы ночью, вот. Две команды из трех человек. Да, вроде как бы и была хип-хоп-туса, но это было поздно, и те, кто был как бы в хип-хопе на то время, это была в основном молодежь, да, как бы, которая не могли отпустить просто тупо на ночь. Но вы пришли? Но мы пришли, да, и я тогда уговорил, тогда Серега, изюм из моей команды, он тогда очень большое влияние имел у моей мамы. А-а-а. Да, то есть, так как он был старше нашей команды, он следил, так сказать, за нами, вот. И он меня отпрашивал на такие мероприятия у моих родителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА